всем привет с вами маша и вы на канале правильно нашим а главным я начну сегодня с вами влог с того чтобы расскажу вам про свои волосы они мешка уже грязноватый но я хотела показать вам было очень много комментариев по поводу пигментов позитив положительных и негативных на самом деле пигменты пигментом рознь это просто общее название типажа какие то может быть и травмируют волосы но я пользуюсь двумя типами пигментов одни от даже тремя одни от овертон другие от пол прайот вот такая вот такая вот штуковина и еще у меня остатки еще остались от line crime и честно говоря не замечала никаких проблем с качеством тонуса волос от овертона вообще становится супер супер волшебно блестящие все такое зачитайте как маска для волос да еще с пигментами так вот сначала давайте еще раз поподробнее покажу на свою стрижку я себе отстрела вот такие две линии и тут такой немножко фэйт они уже отросли чуть-чуть но я я не хотела делать совсем шеев и поэтому у меня есть такой фейт почти в ничто с одной стороны а с другой она уже было много-много лет как вы видели те из вас-то со мной давно то есть я не знаю как-то вот так не знаю видно или нет и собственно говоря середине я оставила такую примерную хвост гриву я ее покромсала она все тут разного разной длины я стригу себя сама и у меня волосы достаточно легкие для стрижки что особенно меня удивляет почему стурк наверно два раза всей моей жизни делали интересную хорошую стрижку все остальное какое-то недоразумение вот поэтому это было очень не очень легко себя стричь самое сложное конечно это сзади сзади остраяла себе немножко такой типа как махок что ли то есть там такая полосочка которая сужается внизу где волосы чуть длиннее при желании могу сделать покороче им желание могу ее взбить поставить просто оставить как есть вот и в общем-то мне это позволяет во-первых позволять не купаться мне очень надоело что у меня вот вот здесь по кроме раньше было больше волос это все приходилось как-то укладывает закалывать мир дико бесило теперь это все у меня намного легче глава мне проще купаться и стрижка это такова что как каким как как бы я ее не расчесала как бы я ее не носила я даже сейчас стала любить ее немножко как бы так взбивать и убирать просто назад получится сейчас показать или нет вот и гладкие бока в общем мне безумно нравится результат но если вам интересно что происходит насколько быстро или не быстро вмиваются пигменты вот вам вариант вот чаще всего я и нашу вот так и тут вы видите волосы у них остался такой легкова легковатый желто-оранжевый оттенок если будем копать вглубь то он бы становится чуть более оранжевым он еще не весь выцвел на солнце потому что так я ношу немножко реже это общем то тоже можно вот мне просто асиметричная темечка но у меня вот здесь поэтому волосы гораздо больше склонны лежать вот так чем наоборот наоборот с ними нужно немножечко немножечко поковыряться чтобы они выглядят нормально и от этого зависит то что я буду делать с ними дальше то мне кажется хорошо видеть так они более оранжевые а так они уже сильно блондинистые постепенно вымивается пигмент остаются самые прочные его составляющие я заметила что быстрее всего мы вымывается овертона вам край а вот самое долгое что держится это вот эти пигменты вот с неоновым с неоновой коробочкой от пал прайд это инди бренд салонный сша я не знаю я их покупаю в каком-то рандомном совершенно веб-сайте я даже вам не если если кому-то надо напишите комментарий я вам дам ссылку но я ничего не знаю про этот магазин я просто нашла что там дешевле всего я уже там два или три раза заказывал вроде все доходило вот так вот пал прайд у них самые ядреные пигменты видите они уже уже прошло с последней покраски с того как я маску делаю пигментами прошло наверное не собрать бы вам месяц мне кажется и плюс я еще пользовался отечественным бальзамом что вот какой-то оставлю оставался у них оттенок но он быстро слезает тоже поэтому вот пал прайд он самый ядреный что касается долготы сидения пигментов но у меня я к чему все это заговорил то у меня появилась скобрезная мысль я тут накупил себе пигмент плюс мне оставались пигменты из моих пастельных времен вот эти два все падает у меня на руку держать другу показывать очень сложно вот видите один такой пиво инкл блог голубоватый ножку с фиолетовый другой прям такой вот лавандовый и я вспоминаю все вспоминаю и слюнки у меня текут как у наташи лотарёвой пар блогера у нее в какой-то момент был такой волчий окрас такой волчий серый это меня совершенно не тоже на коротких волосах то что я раньше думал что такие невнятные оттенки что-то типа вот такого они хорошо смотрятся либо совсем на совсем выбеленных волосах либо на волосах длинных а тут как-то я вспомнила как это классно у него выглядело и что-то мне к поздней осени пришло в голову что я хочу себе компенсировать этот желто-оранжевый все-таки я проходила почти полгода наверное с такими разными красно-оранжево-желтыми оттенками это все было прикольно мне это все очень понравилось но как бы пора и честь знать хочется чего-то новенького я все думала думаю я купила себе красный красный у меня есть вариант мне остались эти два которые конечно же я не смогу мне на выбеленных волосах вы такой оттенок не получите и вот такой тоже вы не получите но если сделать маску пигментами вот такого оттенка против оранжевого то по теории цвета он получится волчий серый и чё-то меня как-то пробило меня пробило я подумала да я хочу вот это хтоническо готично серо что-то синее и на всякий случай чтобы не были опции потемнее посветлее я купила себе темный синий тоже из этой же линейки пал прайд у них там есть разные линейки я я лично рекомендую лучше всех я перепробовала все по моему которые не временные вот такие которых яркие-яркие коробки купила себе темно-синий ярко-синий опять же такого цвета у меня не будет такой цвет можно получить только на выцвеченных волосах правильным образом протонированных но на нормальных обычных волосах если они у вас опять же но просто смотрите по теории цвета да там есть такой вот выл такой круг и если выбираете противоположные цвета то они гасят друг друга получается серый я вот думаю что надо просто посмотреть что тут больше оранжевого или уже желтоватого если желтоватого то синий если оранжевого то более фиолетовый но можно в принципе в два подхода сначала сделать допустим фиолетовым если будет розовато или красновато то добавить уже синего я пока еще просто не решила когда это сделать вот эта идея во мне возревает уже с месяцок с месяцок возрывает идея и я как-то морально уже почти готова такие новости что касается волос я безумно довольно этой стрижкой прям вообще мне полегчало я просто помолодела душой как только я ее сама себе сделала теперь по нему от поняли да цена симметричная теперь теперь осталось только у нее как говорится поддерживать более-менее адекватном состоянии и чтобы с какой головой бы я не стала она все время выглядит плюс-минус очень даже ничего вот они мои запасы которыми я пытаюсь выбрать я купила себе уже замену полностью использовала этот оранжевый nuclear оттенок от пал прайд кстати вот название магазина купила у них красный но у них красный знаете такой видите он более кроваво запеченный он не неоново-красный чтобы опции были потому что это для меня зона комфорта уже это в этом году но счета меня манит я не думаю что мне удастся добиться такого красивого синий фиалкового цвета как я уже говорила такие оттенки работают почти исключительно на выбеленных выцвеченных волосах но если у меня получится чуть голубоватый волчий серый я была бы просто невероятно довольна я просто немножко теряюсь потому что это не совсем стилистически знаете как бы сочетается с этой безумно красивой тропической природой и здесь у нас наступ наступает как бы европейское лето то есть осень во флориде это как хорошее европейское лето зима я думаю все таки будет прохладнее даже некоторые мне обещают что у меня замерзут некоторые мои тропические цветы но все равно там умная так может быть шарф там я надеюсь надену дай бог если кожаную куртку удастся достать из-за кромов тем не менее как-то стилистически знаете вот это вот готическая серость голубая мертвецкая она больше мне ассоциируется с большими городами с какой-то урбанистикой а вот с тропиком и что-то в этом стиле но тем не менее я уже как полгода наверное до забавляю с такими оттенками уже хочется какого-то драматичные какой-то перемены вот вот пытаюсь решиться пытаюсь понять как когда как это сделать в общем да буду держать вас в курсе если вы сами пробовали что-то подобное обязательно поделитесь впечатлениями знаете поступил вопрос не скучно ли мне на sabbatical хороший вопрос такой на самом деле может быть много каких-то особенностей взглядов понимаете вы сейчас 7 часов утра я сижу пью кофе смотрю на эту великолепную росу слышу вот эти звуки дороги все торопятся на работу я бы наверное могла где-то быть среди них а я вот сижу пью кофе с молоком слушаю про философию айкидо и понимаю что вот нет не скучно потому что такие моменты они совершенно магические они у нас небольшая такая прогулочка по тампе у города тампа который значительно больше города санкт-петербург и не знаю сколько лет назад так уже вроде как приличное время оформили набережную такую длинную длинную прогулку и к сожалению местами там пересекается она с большими дорогами но зато вдоль этой прогулочной тропы скажем так находится достаточно большое количество мини-парков каких-то магазинов музеев и так далее то есть в принципе если вы когда-нибудь будете туристом можно просто парковаться у одного края и вот не спеша вдоль что это река или это уже все-таки соленая вода не спеша идти можно как раз посетить все самые такие знаменательные места вот и все посмотреть здесь это тоже указатели есть красиво здание по моему это также музей которые как раз грубо неплохо зайти видите какой сегодня приятный день потому что солнце спрятаны за облаками но при этом дождя нет это значит что это значит что температура вместо 36 где-то около тридцати вот мы и дошли до самого конца как раз начинается закат сейчас перейдем по мосту и прогуляемся с другой стороны что ребята смотрите какой у нас волшебный красивый закат там наверное я прогуляюсь обратно и уже поеду ужинать кстати к слову видите нет совершенно забиты все кафе и бары несмотря на то что в флориде в топ-3 самых-самых штатов с самой большой статистикой по заражениями смертям коронавируса ведь к сожалению непонятно почему невозможно просто невозможно не снять эти приокеанские приокеанские закаты это просто мане во всей своей прелести красота обалденно красиво а вот кстати чтобы вы понимали и название и как вся эта прогулочная дорожка структурирована вот эти знаменитые розовые закаты холоридские Слушай я просто не могу сказать я уже с вами и попрощалась и все ну это просто какое-то безумие как это красиво о мяать посмотрите Смотрите, вы видите, кто это? Кто это? То ли Аисты, то ли... Ну, какие-то такие, да. Коварищи, цапли, наверное, какие-то южные. О, красавцы, целое дерево, даже Влад. С ума сойти. Это в центре города. Вы можете в это поверить? Офигеть! Прикиньте, а здесь еще есть лакшери, квартирки. Вот можно вот тут вот. Там вот как раз народ сейчас сидит около бассейна, тусует. Вот неплохо, да? В центре тампы. С таким вот видом. Ну, ничего, не кисло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»